Всем привет! И сегодняшнее видео будет про прививки. Я говорю немножко тихо, потому что у меня на заднем сиденье спит ребёнок. Мы не делаем прививки Тинке. У нас стоит только БЦЖ, манту ставили перед ней. И при рождении, ну там через какое-то время, по-моему, через две недели после рождения, мы поставили одну прививку гепатит B, по-моему. Какой-то... Объясню свою позицию. Я ни в коем случае никому ничего не навязываю. Это мой выбор, это моё решение. И ни в коем случае оно не должно быть какой-то истинной в последней инстанции. Я не говорю, что правильно только так и никак больше. Это то, как делать. Почему мы не делаем прививки? Во-первых, я хочу сказать, что я не какой-то противник прививок. Я сейчас не буду ходить с транспарантами, что это заговор фармацевтических компаний, государства. И вообще ужас, что за мир, в котором мы живём, кошмар, фу-фу-фу. Я абсолютно такого не говорю. Более того, я за прививки. Хочется защитить своего ребёнка. Ну и не хочется ему навредить этими прививками. Потому что делать прививки страшно и не делать прививки страшно. Так вот, я выбрала свой вариант. Это не делать прививки сейчас. Почему? Расскажу. Вы живёте, у вас, у каких-то знакомых есть ребёнок. Ему не поставили прививку, и он заболел какой-то неприятной болезнью. Что вы будете делать? Вы на этом опыте возьмёте и будете ставить своему ребёнку прививки. Правильно? Правильно. Чтобы не повторилось, как вот у знакомых. У меня есть такой опыт, что на моих глазах прививки у детей вызывали очень-очень нехорошие реакции. Соответственно, исходя из этого опыта, я очень осторожно отношусь к прививкам. Почему же мы не делаем? Потому что прививки, я считаю, они не то, что ослабляют иммунитет, но если разобраться поподробнее, то прививка – это как бы ослабленный штамм болезни. То есть, по сути, как болезнь не была, это просто вот эту болезнь берут в маленьком-маленьком-маленьком количестве, запихивают в организм ребёнка, и его организм должен научиться бороться с этим маленьким-маленьким количеством. И тогда будут сформированы антитела, и если будет рядом какой-то ребёнок или человек-переносчик этой заразы, то организм уже знает, как с ней бороться, и не допустит её распространения большого по всему организму. Так вот, от чего я боюсь прививку? Потому что вот это маленькое-маленькое-маленькое количество в неправленное поставленное время на ослабленный организм может вызвать не совсем ту реакцию, которую мы хотим. Не сделать так, чтобы у организма выработался иммунитет, а просто организм заболеет этой болезнью. То есть такое может действительно быть. И именно это меня останавливает. Какие есть причины у нас были, какие у нас были причины не ставить прививки? Во-первых, на что обратила внимание? У меня ребёнок сначала не брал грудь. То есть он был немножко слабенький. Ни хорошо, ни плохо, это так. Я не хотела ставить прививки. Потом нам там предстоял перелёт. Опять стресс для иммунной системы, стресс для организма не хотела ставить. Мы прилетели, поменяли климат. Опять не ставить. Дальше. У нас были колики. Организм ослаблен, там ребёнок не спит. У него идёт какой-то процесс, который организм не в идеальном состоянии, скажем так. Он даже не приближен к идеальному состоянию. Потом у нас были проблемы со сном. Если режутся зубы, если проблемы со стулом, если какая-то сыпь, высыпание. Всё это для меня было табу для того, чтобы ставить прививки. И поскольку у нас с месяца начались колики, закончились они в три месяца, с трёх месяцев до шести у нас лезли первые зубы. У меня ребёнок не спал, переживал. Что-то со стулом, ещё что-то. Потом вот прикорма. Тоже не очень хорошо. Потом беспокойный сон. Это может быть и нормально. Но на своём ребёнке я экспериментировать не хотела. Потому что даже беспокойный сон может говорить о подвижной нервной системе. Ребёнок, который перевозбуждается, ребёнок, который тяжело успокаивается, или наоборот постоянно какой-то вялый, спокойный совсем. Это какие-то показатели отклонения от нормы нервной системы. Ну, то есть вы видите своего ребёнка, вы знаете, когда он нормальный, вот всё хорошо у него, а когда нет. Так вот, мы никак не могли поймать этот момент, когда всё у него хорошо. Сейчас ребёнку два года, у него ещё лезет один последний зуб. К слову, зубы у нас лезли все очень-очень-очень тяжело. Некоторые с температурой по 4 дня до 40. Нам 39 с чем-то было. Надо ли говорить, что в такие моменты нельзя ни в коем случае ставить прививки, колоть прививки, я не знаю, как правильно говорить. После этого надо пережидать какое-то время. После болезни надо пережидать какое-то время. Сопли тоже нельзя. Это нельзя. Это всё ослабленный иммунитет. Поэтому у нас просто не было, у меня просто не было возможности поймать тот момент, когда всё идеально. Вернее, у нас была такая возможность один раз, когда всё было хорошо, ни зубы не лезли, всё идеально. Я позвонила, говорю, мы готовы ставить прививки. И кто знает, есть такая прививка пентоксим. Российский или там инфанрикс. И есть российский аналог АКДС. Так вот, в тот момент, когда у нас было всё хорошо, в Москве не было ни инфанрикса, ни гекса, что-то там такое, ни пентоксима. АКДС я была категорически против ставить. Объясню, почему. Потому что там живая вакцина. И именно АКДС, одна из его частей, сейчас не помню название, не буду врать, влияет на нервную систему. Опять же, это одна из самых таких прививок, после которых детки выпадают. После которой бывают не очень хорошие последствия. Поэтому либо её разбивать вообще на 4 отдельные прививки. И делать не цельноядерную, живой вакциной, как делают российскую. А делать с такой сослабленной вакциной безъядерную прививку импортную. Я хотела сделать импортную, её не было. Потом у нас, собственно, момент был пропущен. Так вот, буду ли я делать прививки? Скорее всего, буду. Какие, не знаю. Буду делать выборочно. Буду делать обязательно... Обязательно вот такие мёртвые, то есть неживые вакцины. Ни в коем случае живых вакцин не буду делать. Я против. Буду делать, буду об этом думать после 3 лет, когда сформируется нервная система. Более или менее, ну, сам... Ну, как... Не полностью, конечно. Полностью она формируется достаточно долго. Но вот самую большую часть максимально сформируется, насколько вот можно. Я надеюсь, вы поняли, о чём я. После 3 лет будем думать о том, ставить прививки или нет. Вопрос с садиком. В России, в Российской Федерации, не обязательно иметь ребёнку какие-то прививки, чтобы идти в садик. Вам обязательно сдать либо манту, либо кровь из вены, ПЦР на туберкулез. И это нужно для того, чтобы подтвердить то, что у вашего ребёнка нет туберкулёза. Потому что показатели... Опять же, почему мы поставили БЦЖ? Потому что показатели у нас в России по туберкулёзу, как в странах третьего мира. Мне так и сказали в Америке, что... Мне так и сказали в Америке, что у нас такой вакцины нету. Мы так и... Мне в Америке так и сказали, что у нас такой вакцины в плане нету, но мы советуем её сделать тем, кто живёт в странах третьего мира, либо имеет контакты с жителями. И в эти страны входит Россия. То есть это как бы мы не страна третьего мира, но по показателю туберкулёза ровно на том же месте. Ровно там же, в той же кучке, где и все эти страны. Поэтому нужно сдать эти анализы, и тогда вас пустят в садик. Вас не имеют права насильно принуждать делать прививки. Посмотрите по законодательству, есть статьи, и вас не имеют права не брать в садик, вас не имеют права отчислять. Такого в России нет. Не боюсь ли я контактировать с другими детьми, ходить на площадки, в детские центры, в торговые центры, вообще вести ребёнка в садик? Нет, не боюсь. Ну, знаете, во-первых, как-то мы стараемся по подвалам, подворотням не шататься. Во-вторых, накрыть может где угодно. В лифте кто-нибудь чихнёт, заразный, и вот, пожалуйста, то есть из дома не выходить. То есть муж на работу ходит, на него кто-нибудь чихнёт, он принесёт. Ну и, к слову, в садик мы в этом году не пошли, поэтому у меня есть ещё спокойный целый год об этом не переживать. На этом, наверное, всё. Всё, что я хотела вам рассказать, всё, все вопросы, которые у меня спрашивали. А, как я отношусь к прививкам от ветрянки и ротовируса? К сожалению, когда у меня ребёнок был маленький, я не знала про эти прививки, если бы знала, поставила. То есть от ветрянки ещё так, может быть, не поставила, а от ротовируса бы скорее поставила. Это не защитит ребёнка от самой болезни, но сделает легче её протекание. То есть вот эту прививку я поставила, но её ставят, когда ребёнок совсем маленький. Мы это всё профукали благополучно, поэтому не поставили. Вот, на сегодня всё. Буду рада вашим вопросам, комментариям. И прошу сохранять чувство, собственно, достоинства. Давайте не будем сильно ругаться. Просто высказывать своё мнение. Спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока.